Всем привет! Сейчас уже 5 часов вечера, мы ждем Сережу. Я сегодня была на рынке, я не с того начала. Сегодня я была на рынке, потому что Сережа не поехал в Ачимчиру, с утра был дождь. Потом появилось, правда, солнце где-то к 10 часам, но они уже не стали никуда ехать. И он меня быстренько свозил на рынок, ничего не снимала, потому что все быстро-быстро. Он убежал с работы ненадолго. И сейчас они там гуляют, девочек поздравляют с 8 марта. А я снимала видео про закупку продукта в начале месяца. Вот ко мне уже пришла Диана с детьми. Сейчас будем готовить еще фасоль. Ничего не успеваю с этими продуктами совсем. Вот тут целый бардак творится. Сейчас будем все убирать и готовить фасоль. Вот. И пить кофе, да, Диана? Да. Да. Уже пол седьмого, и мы только сейчас выпили кофе. Хотя хотели уже давно ему выпить. Фасоль варится, мамалы готовим. Вот. И Витя с Сережей сейчас уже скоро подойдут. И мы сейчас с Дианой разговаривали о том, каково тем людям, у кого 4, 5 и более детей. Это просто ужас. Они там перевернули все на свете. Шумят, кричат, орут, дерутся. Одному надо одно, другому другое. Я говорю, вот вчера я только встретила свою одноклассницу. У нее четверо девочек. Вот. И я говорю, я не представляю, как бедная Оксана с четырьмя детьми. Что она делает вообще с ними? Это просто ужас. Но когда мы будем все жить вместе в доме, у нас так будет каждый день. Мы уже морально готовимся к этому. Да? Да. Вот так. Ну, мы еще на четырех не остановимся. Ну, по крайней мере, мы с Сережей еще хотим ребенка. Так что... Ну, на четырех. Я так сказала, на четырех. Как будто бы все наши. Ну, в смысле, на двоих мы с Сережей не остановимся. Будем стараться сделать девочку. Я не знаю, правда, как ее сделать. Кто знает, как родить девочку? Подскажите секрет, как родить девочку. Вот так. Мы очень хотим, но никак не получается. Нет, ты знаешь, если бы я знала, что будет точно девочка, может быть, там лет через пять-шесть, я бы, ну, вот, родила бы, но... Если бы я знала точно, что у меня даже еще две девочки будут, я бы точно еще двоих детей родила. Лишь бы две девочки были. Так что в этом нет вообще никаких проблем. Лишь бы только девочка. Вот. Я изначально хотела две девочки и одного мальчика в конце. Сначала думала, у меня будут две девочки, а потом мальчик. Но мы предполагаем, а Бог располагает. Так что, вот так. Показывать вам я не буду, как я готовлю фасоль с мамалыгой, потому что мне стыдно. Я первый раз в жизни готовлю мамалыгу в кастрюле. Потому что фасоль начала варить в котле, а больше котла у меня нету. А мамалыгу тоже надо готовить быстрее. И вот. Получилось так, что мамалыга у нас будет в кастрюле. Ну, правда, кастрюля с толстым дном, но вот, честное слово, я... Нет. Я один раз варила. Или нет. Да, но не мамалыгу, а мамалыгу с сыром. Айлыч варили мы, когда были студентами сыра из моей однокурсницы. Да, я помню это. Вспомнила. В Москве? Нет, это... Здесь она снимала квартиру в этом, в Синопе. И мы с ней варили мамалыгу в этот, в кастрюле. Потому что она снимала квартиру, и там не было тоже котелка. Вот. А нам захотелось. Нет, ну а что делать? Вот это скажи. Да. У меня вообще нет котелка. Вот. У меня есть, потому что я взяла у мамы. Ты? Так. У мамы было два, и я у нее... Ну, маленьких два, а больших там у нее целая куча, но большие мне зачем нужны. Вот. И так что моя мамалыга сейчас варится в кастрюле. Уже зелень вон нарезали, и все. Теперь ждем только мальчиков. Вот так. Мясо копченое там у меня где-то в морозилке, но я его не стала искать. Сережа сказала, что он купил пока свежее. Машину? Машину Алексей еще одну нашел. Ну так. Так что скоро даже в скором времени мы будем кушать. А потом еще делов сколько. По крайней мере у меня. Надо еще сыр в Филадельфию сделать. Я еще хотела что-то сделать на 8 марта. Не хотела никому говорить, но у меня, я чувствую, это уже не получится. Торт, я хочу. Какой? Я думала, знаешь, как эклеры сделать. Потому что у меня желтки же остались от крема. И я думала, сейчас заварной крем сделаю. Из этого же купила вот это молоко для заварного крема. Вот. И хотела сделать заварной крем, но опять-таки котелок занят, а я в котле делаю заварной крем. Эта костюмля маленькая тоже занята. Короче, посмотрим. Как получится? Получится, не получится, ничего не страшного. Надо, чтобы получилось. Получится, видимо, будет страшно. Я не снимала, как готовлю фасоль. Потому что у нас действительно не было времени. Тут дети кричат, орут. И просто, я думаю, что это не к месту будет. Потом как-нибудь, если я буду одна дома. Ну, не одна, а с детьми одна дома. Короче. Какой не бывает. Да, с детьми, когда буду, только со своими дома. Когда будет чуть потише, может быть, как-нибудь приготовлю, покажу, по какому рецепту я готовлю. А сегодня это просто нереально было. Потому что все орут, все кричат. Сейчас чуть-чуть они успокоились, не знаю почему. А, машинку вот новую нашли из-за этого, наверное. А так, да, это ненадолго. Мы даже стул сюда притащили, вот это кресло. Потому что они залезали на него. О, уже начинает. Марик там бегает. Ладно, я побежала. Ну что, у нас сегодня хронология времени. 10 минут 8, да, и мы садимся кушать. Вот какой стол у нас получился. Одни столы мы постоянно показываем. Как будто бы только делаем, что кушаем. Вот мясо пожарили копченое, фасоль, ну, овощи. Там соленье еще, мамалыга с сыром. В стаканах это не вино, это компот из фельхоа. Мы сегодня язвенники-трезвенники бережемся, к 8 марта готовимся. Ой, а кто мамалыгу оставил включенную? Вот, все. Так что, кстати, мамалыга в кастрюле получилась тоже нормально. Ну, на дне чуть-чуть пригорело, но ничего страшного. Все, мы садимся кушать. Витя первый раз в жизни попросил добавку мамалыги. Он ее никогда так не ел, но сегодня ему понравилось очень вкусно. Сейчас фасоль еще тоже добавлю. Мы уже почти все съели. Вкусная упаковка? Нет, это я тебе не дам. Я хотела показать вот Сережина начальника. Жена ездила в Дубай и привезла нам вот такой вот магнитик. Так что сейчас повесим на стенку. Максиму больше всего упаковка от этого магнитика понравилась. Ой, на стенку я сказала? На холодильник повесим на стенку. Так что, теперь у нас есть песочек и ракушки из Дубая. Хотя, наверное, скорее всего, это песочек и ракушки из Китая. Нет? Ну, а как делать это все? А я что делаю? Ну, так как у нас ракушки красят и все склеивают. Ой, ладно, мы уже все наелись. Сейчас будем вставать. Да, мы всю почти посыпаем. Нет, там не вся, там половина еще в этом... Как его... В котле осталось фасоли. Ну, все, что было на столе, почти все съели. Ой, спасибо большое. Все. Купила я сегодня 2 килограмма рыбы. Ну, хамсы на рынке. Нашла приключение себе на одно место. Теперь буду чистить где-то полчаса уж точно. Я, конечно, очень люблю хамсу, но чистить ее... Это не такое уж большое удовольствие. Посмотрим, может быть, сделаю я из них котлеты. Из нее, вернее, из хамсы. Ой, сколько шпрот. Смотрите, шпроты уже стали попадаться. Так что скоро уже и шпроты пойдут. Я люблю шпротики тоже. Особенно соленые. Вообще. Вот. Но я уже так подумала, что я зря, наверное, сегодня купила хамсу. Потому что завтра же мы идем к Диане. И целый день в холодильнике просто так рыба будет лежать. Ну, ничего страшного. Но я думаю, что с ней ничего не будет. Вот. Все равно свежая. Правда, очень свежая была. И такая средних размеров как раз на котлеты пойдет. Тут совсем мелкая тоже есть, но мелкую я выкину. Хотя мой брат просто обожает мелкие. Когда соленые именно кушать. Мелкую хамсу. Я люблю покрупнее. А еще я хочу поздравить всех женщин с 8 марта. Потому что когда выйдет этот влог, будет уже 8 марта. Все. Буду на этом с вами прощаться. Всем пока. До новых встреч. Вернее, до завтра. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok